1 Коринфянам, 10 глава, 11-13 стих Здесь говорится о евреях в пустыне. Господь своим словом показывает, он говорит, это все происходило с ними. То есть вот вы смотрите на все эти проблемы их жизни, на их испытания, на искушения, на то, где они провалили экзамен, на то, где они были поражаемы змеями, на то, где у них были проблемы. Вот вы все это видите, говорит Господь, для того, чтобы вы могли понимать, как вам преодолевать проблемы в вашей жизни. Он говорит, это были образы тогда, вот столетия до вас, чтобы сегодня вы знали, что есть сила преодолеть эти проблемы. Что сам Бог держит руку свою на регуляторе тех испытаний, которые вы проходите в своей семье. И нет никаких испытаний выше сил. Все, что вы встречаете на своем жизненном пути, вы способны преодолеть, если вы доверитесь Богу и дадите Ему возможность провести вас к свозь эту боль и исцелить эту боль. Поэтому, когда мы слушаем об успехе, мы хотим создать успешную семью, мы хотим научиться этому искусству строить взаимоотношения, нам нужно понять, что есть во время тренировок много ошибок. Когда спортсмены выходят на подиум, когда они делают вот эти отточенные, отточенные до совершенства в любом спорте, отточенные фигуры, отточенные какие-то упражнения, вы смотрите на это, вы восхищаетесь, но на самом деле это боль тренировок, это ошибки, это падение, это переломы, это ушибы, это много-много-много-много боли, которая предшествовала этому прекрасному результату. Если вы хотите построить сильную семью, знайте, вам нужны истории, которые помогут вам увидеть правду жизни и знать, Бог будет со мной. Да, возможно, нам придется это пройти, но Бог проведет. Я хочу быть готовым к этому. Когда я пошел в армию, у меня просто был энтузиазм. Ну, мне просто так хотелось и так казалось, что это надо. Когда я туда пришел, я внутри уже понял, что это не просто энтузиазм, и что это не на один день. Что мне нужно будет привыкать к этой форме жизни, к этому форму взаимоотношений, к этой физической нагрузке. И если я не приучу себя дисциплинированно переносить эту боль, дисциплинированно побеждать свои чувства, свои эмоции, то я не состоюсь. Когда мы с вами пытаемся найти секрет успеха, секрет успеха, чтобы найти, нужно опустить свои руки в грязь, в руду. Чтобы перемыть эту руду и найти там частицы золота, необходимо углубиться в человеческие взаимоотношения, увидеть эту природу изнутри и сказать себе честно, я к этому готов. Я готов к тому, чтобы построить счастливую семью. Даже если в моей семье не все будет идеально, если в моих отношениях будет то, что будет ранить меня, я все равно готов строить отношения дальше, потому что это для меня драгоценность. Еще, наверное, 10% даже слушающих здесь я потерял, но верю, что до исцеления дойдут самые смелые. Когда мы говорим о победах, когда мы говорим о успехе, нам необходимо взять наши страдания, ошибки, немощи. Это тот уровень, на котором мы с вами работаем. Это наша, грубо говоря, это наша песочница. Если спросить, с чем вы научились или с чем вы живете, вы скажете, вы ошибались? Да, ошибался, конечно. А страдания у вас были? Да, сколько угодно. А боль? Да, конечно, я это переживал. Ну так давайте будем говорить о том, что вы имеете. Зачем нам мечтать о том, чего у вас нет? Если у вас что-то есть в избытке, давайте научимся работать с тем, что у нас есть, и преобразуем это, сделаем из того, что у нас есть инструменты для достижения успеха и побед. Превратим это в успех, достижение. Второе послание Коринфянам 12, 9. «Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Когда Павел говорил с Господом, вообще он просил удалить жало из его плоти. А Господь вот такой ему ответ. Ему больно, Павлу больно, у него дискомфорт, у него жало в плоти. Он просит Господа удалить это жало. А Господь ему говорит, послушай, ты даже не понимаешь, какое это для тебя благословение. Нам трудно говорить о дискомфорте, как о благословении. Он говорит, ты даже не понимаешь, что вот в этой немощи совершается моя сила. Что весь тот успех, который видят окружающие в твоем служении, все те чудеса, все те знамения, все те дела, вот все помазание, которое на тебе есть, это благодаря тому, что в твоей жизни есть жало. Это благодаря тому, что в твоей жизни есть определенный дискомфорт. И, конечно, здесь не говорится о жене, если кто-то так подумал, потому что у Павла не было жены. Это говорится о другой боли, чтобы вы не ассоциировали это как-то с мужем, с женой. То есть давайте как бы без образов обойдемся в данном случае. Это говорится о внутреннем состоянии, о внутренней боли, о внутреннем дискомфорте. Другими словами, можно сказать, Господь ему говорит, Павел, радуйся от того, что у тебя есть немощь. Радуйся от того, что ты ее понимаешь, потому что ты ее превращаешь в то, что моя сила, моя слава действует в своей жизни. И ты весьма успешный человек, благодаря тому, что ты научился управлять своей немощью. Если мы только научимся управлять болью, управлять страданиями, управлять немощью, управлять своими несовершенствами и делать из них инструменты достижения, мы поймем, успех близко. Успех близко, потому что все, что тебе для этого нужно, оказывается, у тебя уже давно и в избытке. У тебя уже все есть. Тебе просто нужно научиться с этим работать. Когда мы смотрим на историю нашей жизни, на историю жизни других людей, это делает нас сильнее. Потому что мы можем анализироваться, анализировать и опираться на факты. Плохо, когда история нас ничему не учит. Но если мы учимся, если мы опираемся на факты, если мы понимаем, что эта боль привела к этому, если мы просто учимся у своего тела, вот этой определенной такой интуитивной работе, когда нервная система, она срабатывает уже без осмысления, когда определенные рефлексы срабатывают у нас, когда что-то летит в глаза, глаза закрываются, просто по той причине, что они научились работать с болью, они знают, как реагировать на то или на другое событие. Но наша душа, она тоже учится. Если наше тело способно научиться, наша душа тоже способна научиться, нам нужно просто учиться анализировать и опираться на факты, приводить примеры и понимать последствия. Тогда мы сможем отработать определенные рефлексы нашей души. Ведь не напрасно в послании к евреям написано, что у совершенных чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Чувства навыкам приучены. То есть есть определенные рефлексы, определенное срабатывание. Они знают, как с этим относиться, они знают, как с этим справляться, они понимают, и это хорошо. Ну и, наконец, мы переходим с вами к третьему листу и будем говорить теперь уже о исцелении. Мы поговорили о боли. Мы поговорили о том, что боль не является нашим противником. Она доставляет нам дискомфорт. Она не особо желаема нами, это правда. И мы не желаем друг другу побольше боли. То есть я не закончу эту проповедь тем, что я желаю вам больше боли. Нет, конечно же, нет. Если Господь целитель, я желаю вам исцеления, чтобы боль вашей жизни, она стала незаметной, минимизированной. Чтобы боль вашей жизни, она быстро исцелялась. Чтобы вера вашей жизни поднялась настолько, что как только боль пытается прийти, вы умели справиться с ней, знали, как ее победить, знали, как ее употребить, знали, как сделать ее инструментом лучших и больших достижений. Давайте перейдем к процессу исцеления. Для того, чтобы нам получить исцеление, необходимо, как я и говорил вначале, признать, что не все идеально. Когда мы с вами подходим к вопросу семейных взаимоотношений и вообще к искусству взаимоотношений, надо понимать, с чего Бог начинает работать. Бог начинает работать с ничего. То есть вот когда есть ничего, в прямом и переносном смысле этого слова, Бог начинает работать. Если вы думаете, что ваша жизнь не состоялась, потому что у вас начало было такое, как бы, неказистое, или у вас как-то что-то не склеится, если вот вначале у вас что-то не получилось, то дальше все вот. Не, надо быстрее разводиться, потому что вот у нас точно вот начало было не очень хорошее, точно дальше ничего не получится. Это огромное заблуждение и ложь дьявола. Если у вас не получалось все правильно вначале, это абсолютно нормально. В этом нету никакой проблемы. Чаще всего не бывает идеальных начал. Чаще всего первые годы жизни будут неидеальны. Чаще всего начаток взаимоотношений не будет идеальны. Это будет процесс глубоких преобразований и исцелений. Поэтому, когда вы смотрите на начало, не надо разочаровываться и не надо началом мерить ваше будущее. Давайте вспомним, как была сотворена земля. Книга Бытие, 1 глава, 1-2 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой». Когда мы думаем о том, что Бог начал делать с землёю, Он не пришёл и не увидел идеальное место. Посмотрите, здесь как всё правильно. Такие правильные сочетания, правильная атмосфера. Люди сегодня ищут планеты с правильным сочетанием для жизни человека. Господь не искал планету с правильной атмосферой, с правильными минералами. Он просто создал из ничего. Это была тьма, это была бездна, это была пустота. Господь смотрит, вот ничего хорошего нет. Он говорит, отлично, это мой продукт. Вот я буду сейчас брать это ничего хорошее и буду делать всё хорошее. Я хочу вам сказать, не важно, как начинались ваши взаимоотношения. И опять же, не подталкиваю вас к безумным началам взаимоотношений. Лучше, чтобы они начинались правильно. Но даже если в вашей семье всё не было так идеально и правильно, и у вас было много ошибок на пути построения взаимоотношений, уже после брака вы допустили достаточно много ошибок, это не влияет на ваше будущее. Потому что Бог умеет творить из того, что ничего не значит. Нам не нужно становиться заложниками хороших историй. Нам не нужно становиться заложниками хороших начал. когда всё так было идеально с первого дня. Нам нужно отдавать себя во власть Господа Бога, Который способен совершать и делать великое из ничтожного. Процесс исцеления начинается тогда, когда Божье Слово начинает свою работу. Даже не думайте, что без Божьего Слова вы можете исцелить свою семью. Даже не думайте, что без Божьего Слова вы можете исцелить и научиться взаимоотношениям. Что вы пойдёте к какому-то врачу, и он научит вас просто как спать вместе так, чтобы вы остались на всю жизнь вместе. Это полная ерунда. Если вы хотите реально иметь возможность взаимоотношений всю свою жизнь и быть в этом искусными, вам нужно Слово. Именно Слово убирает ошибки. Именно Слово преобразовывает. Именно Божье Слово начало творить из вот этой тьмы, из ничего. Божье Слово создало эту прекрасную землю и окружающий мир. Именно Слово создавало атмосферу. Поэтому, когда мы говорим о исцелении, необходимо, чтобы нам снова обращаться к Слову, поставить его в приоритет, поставить его во главу угла. Оно должно быть тем важным основанием нашей жизни. Давайте посмотрим на дальнейшее, то, что говорит уже Иоанн в Евангелии Иоанна, 1 глава 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Вначале Слово творило все, но в конце Слово стало плотью. И это абсолютно другая форма взаимоотношений. По-другому Бог изменил процесс сотворения и взаимоотношения. Он, если первое творение, когда мы видим, что из ничего что-то совершалось, это было Слово, это был определенный креатив из места безопасности. Но когда во второй раз Господь начал творить новый мир, это было по-другому. Он сам стал плотью. То есть Слово буквально стало частью человеческого творения, частью плоти. И оно начало изменять алгоритмы внутри человеческого тела, адаптируя его к божественной природе. Так что Сын Божий вочеловечился, и тело, природа тела, это удивительно, это уникально, этого не было в истории. природа тела была способна принять природу Божью целиком, вместить в себя, и это произошло не с безопасной дистанции, это произошло прямо внутри. Есть тело, греховное тело, и вдруг Бог дает святое тело, рождается Святой Сын Божий. Это удивительно, и для нас в этом есть огромный пример, когда мы говорим о том, чтобы нам преобразовать свою семью, научиться выстраивать взаимоотношения, хватит креативить на безопасном расстоянии, хватит придумывать на безопасном расстоянии, когда вы где-то там творите что-то себе в своей голове, в своем сердце, что никак не соответствует действительности и никак не помогает вам. То, что вам на самом деле необходимо стать частью чьей-то жизни, не с безопасного расстояния, а внутри этой жизни, совмещая две жизни, постараться объединить это и высвободить потенциал Божий, природу Святого Бога, который определяет благословение. Поэтому, когда мы говорим о исцелении, нам необходимо, чтобы слово стало плотью, чтобы оно принесло реконструкцию и исправило ошибочные алгоритмы. завершая, или подходя к завершению, я бы хотел поговорить о механизме исцеления на примере слепорожденного человека. Когда мы думаем о слепорожденном человеке, у него есть определенные ограничения, не позволяющие ему мыслить, думать и делать то, что могут некоторые другие люди. Кто такие люди слепорожденные? Это мы с вами до Иисуса Христа. Мы родились с атрофированным духовным зрением. Как написано в Остлании 2 Коринфянам 4 глава 4 стих здесь написано «Для неверующих, у которого Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». И здесь говорится о том, что все люди, которые являются неверующими, они ослеплены. Они ослеплены, они нуждаются в прозрении. И в чем проблема слепоты? Как объяснить слепому, что такое грех? Ведь его восприятие жизни абсолютно отличается от восприятия жизни зрячего человека. И я повторяю, я сейчас не хочу как-то огорчать тех людей, которые физически слепы. Я говорю к нам, которые бывают духовно слепы. Когда человек духовно слеп, ему объяснить грех тяжело. Он видит другими глазами, он ощущает по-другому, он через другую призму смотрит и как-то осознает, как-то адаптирует это к своей жизни. Попробуйте объяснить ему слепому, что значит для вас беспорядок. Вот он не видит. А вы ему говорите, а что у тебя в комнате такой беспорядок? А для него порядок это безопасная среда, привычная для жизни. Это просто, когда он знает, где что лежит, где какой угол торчит, как ему обойти то или другое место, он не понимает, что вы имеете в виду, когда говорите, у тебя беспорядок в комнате, он говорит, да у меня все нормально, все привычно, все как должно быть. Или давайте поговорим со слепым о приличности в одеянии. Ты говоришь, ну надо как-то поприличнее одеться. А его ощущение одежды, это его взаимодействие со внешней средой. Ему холодно он одевается, ему жарко он раздевается. Так бывает у нас братья приходят в церковь летом, ему жарко просто, он надел шорты, которые чуть... Оставим брата с шортами. Он просто оделся так, как подсказывает ему природа. И когда ты начинаешь объяснять ему, ну брат, ну это собрание, ну это церковь, здесь надо как-то поприличнее одеться, а он не понимает. У него восприятие одежды другое, точно так же как у слепого. Слепому говоришь, ну понятно, что жарко, но давай как-то... А если говорить о сервировке стола со слепым? Рассказывать ему, какие ножи, для чего подходят? Какие ножи? Я вообще ем руками, чтобы безопаснее было. Слепорожденный это человек с другим мировоззрением. И когда мы с вами пытаемся взаимодействовать с людьми, которые рядом с нами, иногда то же самое бывает. Люди, они просто закрыли свои глаза друг на друга и они пытаются разговаривать, но они не могут друг другу ничего объяснить по причине того, он видит это так, она видит это так. Он живет в своем мире, она живет в своем мире. И когда они пытаются потом доказать что-то друг другу, она говорит, послушай, ну как-то давай красивее оденемся. А он думает, да я и так вроде бы не жарко оделся, нормально. все. Он говорит, слушай, у нас как-то на кухне уже даже тараканы умерли. А он говорит, да нет, слава Богу, как бы травить не надо. Когда мы смотрим на нашу жизнь, мы понимаем, что мы с вами можем оказаться вот в таком слепом состоянии. И люди, которые рядом с нами, могут оказаться в слепом состоянии, но есть исцеление. И если это состояние слепоты духовное, тогда и исцеление, оно тоже духовное. Если глаза наши закрыты Богом этого мира, закрыты иногда сребролюбием, иногда похотью, иногда гордостью, иногда какими-то другими плотскими вопросами, то Господь силен открыть наши глаза, потому потому что когда мы видим, нам легко понять друг друга. И проходя Евангелие Иоанна, 9 глава, 1-3 стих, и проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. слепорожденный. Мы поговорили выше уже много о таких, какими мы сами с вами могли являться, будучи неверующими. Он сидит и слышит постоянно одно и то же. Есть зафиксированный факт, он слепой. Он слышит, это вопрос греха, это грешник, это неправильный человек, его семья неправильная. Он сидит, слышит, и он не может это все оспорить по той причине, что факт на лицо он слепой, факт на лицо он не может делать то, что могут делать другие. Так бывает во взаимоотношениях, так бывает в семье, так бывает в попытке построить отношения, что ты не чувствуешь способность сделать то, что делают другие, и при этом тебе говорят, у тебя просто все неправильно. Если бы у тебя было правильно, ты был бы счастливый, а если у тебя неправильно, так вот, ну и хлебаешь сейчас то, что хлебаешь, сам виноват, ну или кто-то рядом с тобой виноват в этом. И вот слепорожденный сидит и всегда все, что он слышит, это то, что он грешник. И вот я записал себе это, мне понравилась такая формулировка, и я хочу ее вам тоже дать. Слепорожденный слышал многих, которые говорили, что с ним не так, но первого, которого он увидел, был тот, кто сказал, что его судьба для дел и Божьей славы. Оказывается, этот человек мог видеть, но он не видел до того момента, пока он не услышал то, что открыло его глаза. Мы можем жить слепыми годами друг с другом и говорить, и слышать друг друга своими ушами, но когда мы изменим речь по отношению друг к другу, впервые этот слепорожденный сидит, идет опять мимо процессия, очередные знатоки души человеческой, снова тот же самый вопрос, годами он его слышит, причина слепоты, давайте дискус проведем, это грех его или родителей, все знакомо, все привычно, но вдруг в его жизнь, в его мир врываются слова, которые он никогда не слышал, да он не грешный, с ним все нормально, он для дел Божьих, и вдруг начинает происходить чудо, запускается процесс, и человек слепой от рождения начинает видеть того, кто в его жизнь начинает говорить Божьи слова, дорогие, может быть, мы не видим друг друга, только по одной причине, мы не говорим в жизнь друг друга Божьи слова, мы, покоряясь этому миру, продолжаем говорить те слова, которые, да, определяют факт, они определяют факт, но они не определяют Божьей воле, они не определяют Божьи дела, может быть, нам нужно начинать чтобы мы могли получить исцеление или мы будем продолжать сидеть в слепоте, применяя все фразы, сказанные на наш счет через свой болезненный внутренний мир, воспринимая все с агрессией, воспринимая все с обидой, воспринимая все как нападки на нас. Но может быть, если мы скажем Слово Господне, тогда глаза откроются и слепой посмотрит на себя. На самом деле, это я что, как пугало-то выявился? Я же в церковь пришел. На самом деле, это же неприлично. На самом же деле, здесь беспорядок. На самом же деле, это надо исправить. Вдруг глаза человека открываются, когда он перестает слышать постоянные осуждения и начинает переквалифицировать свою жизнь в того, через кого Бог будет делать свои дела. Завершаю. Хочу еще сказать об этом слепорожденном. Он мне очень нравится. Я часто его применяю в проповедях. После того, как он прозрел, его начали таскать, чтобы он ответил, какое имел право он получить исцеление в субботу. Мне нравится этот человек. Его родители не имели позиции. Его соседи не имели позиции. А он, когда он получил исцеление и увидел того, кто его исцелил, когда он услышал о своей жизни эти слова, это дело Божье. Это дела Божьи на его жизни, которые были. Когда он услышал эти слова, он взял ее как жизненное кредо, как свою позицию. Откуда я это знаю? Евангелие Иоанна 9, 33, 34. Он отвечает тем людям, которые требуют у него ответ, которые говорят, ты весь в грехах родился. Он говорит им, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учить? И выгнали его вон. А у него уже позиция. Он говорит, послушайте, я знаю, в мою жизнь пришло слово. Я Божье дело. Бог будет делать свое дело через меня и на моей жизни. Я знаю, что тот, который мне открыл глаза, он мне это сказал. И все, что теперь вы мне говорите, вы можете теперь мне тысячи раз говорить, что я во грехах весь родился. Я не во грехах родился. А если я и во грехах родился, я знаю, мой Бог будет делать дела через меня. У меня теперь есть жизненная позиция. Я теперь вижу, я теперь знаю. У меня теперь есть куда идти и к чему стремиться. Моя молитва сегодня. Господь, дай нам прозрение. Пусть Божье Слово придет в нашу жизнь. Помоги нам прозреть. Помоги нам увидеть. Помоги нам приобрести эту ясную, четкую позицию жизни, которая придет от Иисуса Христа. Господь дал нам одинаковые характеристики. То есть мы, как люди, имеем определенные органы чувств, зрения. Он дал нам, в принципе, одинаковый набор возможностей для того, чтобы мы могли понимать друг друга. Мы видим не по-разному. Не так, что мужчина видит, как человек, а женщина, как пчела, у него там тысяча глаз. Мы видим одинаково, мы слышим одинаково, мы чувствуем одинаково. У нас одинаковая природа сотворения для того, чтобы мы могли иметь вместе с вами одинаковый взгляд на жизнь. Чтобы мы могли научиться сострадать друг к другу. Чтобы мы могли научиться понимать боль и страдания друг друга. И чтобы это помогло нам улучшать жизнь. Чтобы боль в нас, она помогала делать нашу жизнь семейную более комфортной, более лучшей, более счастливой. Последнее место я прочитаю, и мы будем молиться. Посланник евреям, 4 глава, 15-16 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Иисус стал человеком, чтобы приобрести этот набор чувств, этот набор возможностей. И он прошел эту жизнь с тем же набором, с которым проходим ты и я. Он понимает, что такое боль. Почему мы можем так просто получить от него помощь? Да потому что он знает, что ты проходишь, он знает, что ты чувствуешь, он готов сделать твою жизнь комфортней. Никогда Бог не делал жизнь человека настолько комфортной, как после воскресения Иисуса Христа. Никогда. Был только один народ, и у того было много проблем и борьбы. Никогда на земле не было столько людей, которым Бог бы давал столько благословений, как когда мы с вами приобрели Христа Иисуса Господом. Потому что Он сострадает нам. Потому что Он знает, что такое боль. Потому что Он способен эту боль обращать в радость и делать нашу жизнь лучше. Давайте научимся искусству взаимоотношений через боль. А точнее, через исцеление. Когда мы будем позволять Богу исцелять ту боль, которую мы имеем. Когда мы научимся управлять этим потенциалом. И когда мы сможем с вами, когда мы сможем с вами реагировать правильно на эту боль. Чтобы наша реакция была, я хочу помочь, я хочу послужить, я хочу сделать комфорт, я хочу дать безопасность.